Поэт и музыкант Анатолий Вайнштейн прочитает стихотворение собственного сочинения «Май сорок пятого. Ветераны. Открытка у фронта». Май сорок пятого. Рейхстаг. Прощай, война. Покеда. Хоть грудь не вся еще в крестах, но все равно победа. Салют он ночь обогрена, и враг лежит во прахе. Но ждут иные времена, грядут иные страхи. О том неведой солдат укрылся он шинелью. Ему приснился царь-солдат и спас над колыбелью. И мать, как прежде, у окна стоит в молчании строго. Как будто все еще война тут рядом за порогом. Ты мышкой-то покликай. Что скажут нам в аналах о той войне великой? И что смолчат о малых, о войнах непрестижных и вовсе невеликих? Как будто мир престижен, и помнить невелитых. Что вспоминать о малом? Вспугнуть бы утром рано народ честной, металлом, державным, левитаном. Безмолвствуют поэты. И даже не из страха, а просто где победы не отличить от краха. В афганской той, эльфинской, там сгинувших, казненных, Помянут лишь отпиской в учебниках казенных. Нам нужны легенды и жертв несметных списки, Чтоб вставить в киноленты и вплавить в омелиски, В плакаты и рассказы, чтобы вызвать в сердце внуков Священный трепет фразы. Что скажет маршал Щуков? Лет семьдесят не дали, как под рукой тирана, Под благовест медали шли наши ветераны, Чтоб нынче в день великий блеснуть последней славой С букетиком гвоздики под триколорами двуглавой, Но мерую двуликой, как ты бы отличал их, Погибших на великой от сгинувших на малых, Истекших малой кровью, от тех, чьи помним раны. Что ж, нынче к изголовью не все несут тюльпаны, Но всех, кто на великой погиб или на малой, Обвило по великой водой, а мыло табы. Они святых блаженней, им страх теперь неведом, И все их поражения причислены к победе. Покликай в интернете, снимай, И кто за все ответил, быть может, мы узнаем. Ты только не накликай беды в наш мир усталый, Чтоб в той войне великой не оказаться малой. Знаете, для меня очень важен этот день еще тем, Вот у меня в руках открытка, которую отец прислал из Берлина, И она помечена 10 мая 45-го года. Привет из Берлина. Да, та самая, которая... И я хочу прочесть тевтворение Папина открытка. Только усыпь, как папа у него, Одно, папа мой тоже, а жаль, Ведь какой-нибудь Ганс отправил открытку бы Гретфе, Чтоб счастье испробовать шанс. С днем ангела, милая Фрёган, Глядившая в ней искра зажглась, И Ганс бы остался доволен. И Фрёган бы фрау звалась, И может, то Гретфе и Ганса, То сын безуман, Раскрыл бы как и не все Гретфе. Как раз густой, Сколько тогда к Гансу пришли. Берлина, папа мой, мама, Чтобы порадовать сына, Хоть сын еще глупый был и мама, Той самой открыткой весенней Радуюсь я до сих пор. Из вас за глазами всеми Цветы смотрят прямо в упор. Моя жизнь не еще изменится. Выправить путь, Если ложь распытая нить, Можно открыткой гордиться. С папой прошла сквозь войну, Всем возвесе открыткой гордиться. Мунять папа на теснице, Страшных тех лет, Как ты Гретфе, Правду пойти, А ты его не понять. Жить вечно неприлично, Бессмысленно, Вообще. Ни мне не нужно лично, Ни людям вообще. Жить вечно непристойно, Когда такой ценой, Как вечный бодрик воина, Каприз оправдан твой. Спасибо. Аплодисменты.